Всем большое здравствуйте, друзья! Как вы уже в курсе, я стал обладателем автомобиля Хавейл Дарго. И до этого у меня был другой автомобиль, где я устанавливал мощную билет-оптику. Мы разбирали фару, мы встраивали туда билет-оптику, все это дело герметизировали. В общем, была проделана достаточно большая работа. И несмотря на то, что у Хавейла вполне неплохой свет, мне хотелось большего. Собственно, с чем и связано это видео. Вариантов было несколько, и один из основных, конечно же, разобрать основной модуль фары и установить туда билет. Но проблема заключалась в том, что автомобиль достаточно новый, и разобрать фару могут не каждые. Ну и кроме того, это стоит просто конских денег. Порядка 100 тысяч рублей. Полностью разобрать фару, купить билет, как-то заколхозить, все это дело обратно загерметизировать и даже исправить некоторые моменты. Потому что я смотрел видео профессионалов, которые занимаются конкретно этими фонарями, по-моему, они в Питере находились. И, в общем, там даже некоторые элементы гнулись, и их приходилось исправлять, вправлять. И так далее. В общем, такой сложный путь меня не устраивал. Но свет мне хотелось больше. Поэтому было принято решение поменять свет противотуманка. Соответственно, я получал мощный свет снизу. Соответственно, я никого не буду слепить. Все это будет качественно в сервисе установлено. И моя проблема будет решена, собственно. В общем, я связался с ребятами, которые всем этим делом занимаются. И мне заслали вот такую интересную штуку под названием Lightweight R8. Сначала я им написал. Мы поговорили по поводу, естественно, фар. И пришли к выводу, как я и сказал ранее, что лучше поменять противотуманки. Сначала я выбрал какой-то обычный вариант. На что мне сказали, слушай, тебе тут нужны влагозащищенные, полностью такие загерметизированные варианты. И предложили вот модельку R8. Собственно, ее и будем менять, ее будем тестировать. Насколько изменится свет, мы посмотрим уже на деле в студии. Ну и потом на улице посмотрим, насколько качественным стал результат изменений в моем автомобиле. Да, Lightweight, конечно, подходит просто шикарно к вопросу упаковки. Выглядит она просто потрясающе. Написано, Lightweight R8 светодиодный билет-модуль для противотуманных фар. То есть, по факту, мы ничего не колхозим. Ну как ничего, давайте обо всем по порядку. Внутри упаковки нас встречает вот такая комплектация. И первая приятная мелочь – это вот такая перчатка для того, чтобы не испачкать фару и не испачкать руки. Да, в рамках сервиса это может быть не нужно, но если вы сами решили поменять все это дело, перчатка очень вас даже выручит. Мелочи приятны. И в этом плане нам как раз и придется немного поколхозить. Потому что здесь в комплекте универсальное крепление, и универсальное к дороге, к сожалению, не подходит. Выглядит оно вот таким образом. И, к сожалению, судя по форумам, данные отверстия будут не совпадать. И придется что-то придумывать. Но я думаю, для профессионала своего дела, куда я поеду, в этом проблемы большой не будет. При этом, что достаточно приятно, у данной мощной билет-лампы, набора билет-ламп, адекватная стоимость – 8000 рублей. И когда ты видишь, что обычные-то лампочки светодиодные бывают по 5500-6000 продаются, то набор за билет – 8000 рублей – это максимально бюджетное решение. Что мы здесь видим? Ну, радиатор, естественно, фара тяжеленькая. Логотип Lightway. Цветовая температура у нас 5800 кельвинов, что, на мой взгляд, вполне-вполне нормально. Чип Philips 3570, если кому-то это что-то говорит. Ну, а что меня сманило за эти 8000 рублей? Мало того, что гарантия 12 месяцев на вот это все дело, чеки, естественно, все пришли, так еще и срок службы – более 50 тысяч часов. Я думаю, что я вообще на автомобиль-то столько не наезжу, не то чтобы с ключными противотуманками. Как вы можете заметить, с обратной стороны выходят провода. Все это у нас дело защищенное, загерметизированное. Большой радиатор. Вот такой холодный, кстати, максимально. Мощность – 40 ватт. Я думаю, этого будет более чем достаточно. И конкретно вот этот модуль является универсальным. То есть в комплекте лежит универсальное крепление, которое, к сожалению, скорее всего, не подойдет на мой автомобиль. Тем не менее, решение для любого автомобиля. И если у вас есть толковые мастера, вы из этого сможете сделать просто чудесный свет. О чем я сегодня и расскажу. Ладно, по характеристикам вроде пробежались. Основные моменты я сказал. Сейчас сдаем машину на сервис и посмотрим, какой будет свет от такой оптики. Что ж, друзья, первая проверка. Естественно, все работает. И, как мы можем заметить, световой пучок и достаточно четкий контур. Это замечательно. И тоже посмотрите, какое расстояние до стены от фары. Ну, не соврать, наверное, метров 5-то здесь есть, не больше. Поэтому предварительно пока все шикарно. Дальше вопрос колхозинга по универсальной установке на Дарго. Также можно обратить внимание на то, что, соответственно, билет-модуль, он имеет и функцию дальнего света. Давайте посмотрим, как выглядит пучок света при включенном дальнем. Вот у нас меняется горизонт. Ну, ладно. Это еще предварительные примерки с огромным расстоянием. Просто проверка работоспособности модуля. Что ж, оставляем автомобили у проверенных ребят из компании Автозвук Ульяновск. Они займутся работой, а я приду и потом все это дело сравним и протестирую. Что ж, друзья, прошло около 4 часов. Погода нас совсем не радует. И я иду около километра забрать свой автомобиль. Скорее всего, все уже подходит к финишной прямой. Во-первых, хочу вам показать, как выглядели противотуманки до. И как они выглядят сейчас. Да, разница, конечно, существенная, бесспорно. Для установки потребовалось снять бампер, соответственно. Да и вообще процесс далеко не простой. Потому что с точки зрения даже универсального крепления, на Дарго все не так просто. И пришлось немного менять конструкцию. И даже пришлось еще двигать место бачка омывателя. Но сейчас доберусь, покажу все на месте. В общем, я дал разрешение переместить немного бачок омывателя, чтобы все было корректно. И надеюсь, что все стало хорошо. Ну, с учетом, что сама лампа достаточно большая, бачок пришлось опустить немного пониже. Это предварительные у нас метки. Но, соответственно, он будет еще пониже или повыше. Сейчас посмотрим уже по месту. Как вы можете заметить, вот у нас новое пятно контакта, новая туманка. Там горит еще старый свет. Разница на глаза. Но будем еще на дороге сравнивать. И даже в абсолютно мокрую погоду, где билет-оптика далеко не самая лучшая, мы получаем нереально четкую свето-теневую границу от противотуманных фар. Просто посмотрите, какой стал свет. Просто стоит на это один раз посмотреть. И это делают вот эти маленькие-маленькие противотуманки, которые, к сожалению, да, было сложно устанавливать конкретно мою машину. Но вот просто посмотрите, штатный свет и противотуманки. Штатные противотуманки, ну, ребят, по-моему, это показатель. Ребят, еще один слабо освещенный участок дороги. Сейчас мы едем с ключными туманками билет от Lightway. И вот сейчас без них, просто на ближнем свете, можно сказать, что как будто вообще свет выключили. И если до этого момента, я думал, что у Дарга вполне неплохой головной свет, Ну, извините, ребят, когда ты делаешь вот таким образом, кажется, что все куда гораздо лучше. Итак, свет выключен. Давайте включим ближний свет. В целом он далеко неплохой. Но давайте добавим новые туманки. И, как можно заметить, разница очень существенная. При этом поток света расположен и настроен корректно. Слепить никого не будем. Если выйти из автомобиля, то разница вообще налицо. Кстати, как я и сказал ранее в видео, дальний свет также присутствует. И теперь он освещает в разы мощнее, чем это делали штатные модули в ПТФ. Почему? Потому что они вообще не имели возможности переключения на дальний. И этот вопрос также решился. В общем, результатом покупки ламп Lightway я остался доволен. При этом свет, как и положено, немного уходит в теплый. 4 700 кельвинов, если не ошибаюсь. А так как он теплый, в дождь он более эффективный, о чем я и сказал ранее. В общем, за 8 тысяч рублей просто отличный вариант. Тем более время такое, что даже обычные лампочки по 5500 продаются. Ну а что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях. На сегодня это все.